Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о пятой главе Евангелия Теанна. Пятая глава начинается рассказом об исцелении, которое Господь Иисус совершает в Иерусалиме, в купальне, называемой Бетхесет, Дом Милосердия. Такое было архитектурное сооружение, где вот были бассейны, и в один из бассейнов временами что-то в нем чудесное происходило, как говорили современники, ангел Господень сходил в купальню, и если в этот момент кому-то удавалось в эту купальню окунуться, вот он выздоравливал. Очень известный текст, мы читаем его при водосвятии, хотя, конечно, надо было бы читать не его, а слова Христа о живой воде из предыдущей главы. И вот, придя в эту купальню, Иисус увидел там, видимо, где-то скорее даже на подступах, человека, который уже очень-очень долго, почти 40 лет, лежит там парализованный. И что он может сделать, этот человек? И мы читаем рассказ евангелиста о том, что Иисус спрашивает его, «Хочешь ли ты быть здоров?» Вообще говоря, конечно, вопрос нелепый. Ну, как это так может быть, чтобы человек так долго болел и не хотел быть здоровым? Но, тем не менее, это важно. Ну, во-первых, есть некоторая практическая, так сказать, бытовая причина, заключающаяся в том, что здоровый человек уже не будет собирать подаяния, а должен будет на работу ходить. Он за 40 лет привык лежать у этой самой купальни, и так ли в самом деле хочет он это сделать, получить исцеление? Это большой вопрос. И вот поэтому, наверное, Иисус спрашивает его, «Но, может быть, еще важнее, как и в очень многих других чудесах, что если человек сам не высказывает потребности в том, чтобы Бог вмешался в его жизнь, это и не произойдет. Бог очень деликатный, если сказать попросту и коротко, и он не приходит туда, куда его не зовут. Спрашивая этого паралитика, «Хочешь ли ты?» Иисус дает ему возможность обратиться к нему, открыть ему возможность войти в его жизнь, предъявить себя. И тогда больной говорит Иисусу, «Да, вот, но хотел бы я поэтому здесь лежу, не только ради сбора подаяний, но не могу, потому что я парализован, и некому опустить меня в купальню, когда, возможно, исцеление». И Господь говорит ему, «Ну, хорошо, вставай, бери матрас или на чем он там лежал, на циновке, бери постель твою и иди домой». И чудо происходит. Он встает, берет постель и идет домой. И, в общем, на этом можно было бы поставить точку, и получилась бы такая очень поучительная и в каком-то смысле обычная история от чудесного исцеления. Но вот незадача в том, что это было в субботу. И поэтому, когда люди увидели, как этот самый бывший паралитик сворачивает там свой матрас в рулон и несет его домой, они стали сразу его поучать. И говорит, что вот суббота, нельзя брать постели, нельзя то, нельзя это. И паралитик говорит им, тот, кто меня исцелил, тот мне сказал, бери постель и иди. Я поэтому и иду, и поэтому беру постель. И больше уже неудеев ничего не интересует. Ни исцеления, ни чудо, ничего. Как это так? Кто этот человек? Кто посмел тебе вот такое вот сказать? Дальше, видите, мы сталкиваемся в Евангелии все время с конфликтом с иудеями по поводу субботы. Это действительно важная вещь, потому что для иудеев, для многих, почти для всех, особенно для некоторых течений, как судуки, суббота – это такой знак того, что завет с Богом существует. Нарушение субботы – значит нарушение завета. Это ведь не просто там праздник, какое-то религиозное действие, а это знамение заключенного завета. Это действительно серьезная очень вещь. И если суббота нарушается, если завета отменяется, значит вся надежда на Царство Божье рушится, рушится. Поэтому часто иудеи настаивают на том, что все надо делать как положено, чтобы вот там не рисковать. Грядущим приходом Месси так заведено, написано, есть некоторые правила, принципы толкования, как надо это исполнять. И должно быть ровно так. В сущности, это очень магическое отношение к Богу, конечно. Оно исходит из имплицитного представления, что если мы все сделаем правильно, то Бог будет вынужден откликнуться, Бог будет вынужден сделать то, чего мы от Него ожидаем. Но по большому счету с Богом так не бывает никогда. Его свобода подразумевает, что причины Его поступков находятся в Нем самом, а не в том, что и как делаем мы. Но все-таки вот иудеи убеждены, что суббота – это значит ничего не делать, потому что это день Божий. Иногда Иисус, может быть, с теми, кто как-то способен что-то понять, вступает в диалог и говорит о том, что на самом деле суббота – это время для Бога, время для молитвы, время для того, чтобы делать что-то доброе. Но нет, об этом никто не готов его слушать. Все должно быть так, как придумано и передано нам нашими предками. И, между прочим, здесь еще имеет место очень актуальная сегодня и похожая на нашу христианскую жизнь картина, потому что иудеи относятся к всем правилам о субботе как к чрезвычайно древним изначальным установлениям, якобы продиктованным Богом Моисею Носиная. Хотя на самом деле этим правилам в большинстве случаев нет еще и 400 лет, они появились в межзаветный период, ну, может быть, в начале, после пленной эпохи. Ну, то есть, грубо говоря, все, что древнее 20 лет, для нас часто оказывается изначальной от Адама идущей традицией. И это, в общем, совсем не так. Иудеи, современники Иисуса, не готовы включить голову и подумать о смысле, о сути, о том, почему Бог дает заповедь о субботе. Не важно, что смысл утерян, важно, что соблюдается строго. Ну, и вообще говоря, это очень поучительная вещь, потому что это ровно то, что сплошь и рядом происходит с христианами, когда мы утрачиваем смысл того, что мы делаем в рамках своего христианства, да, там, как мы молимся, или еще что-то делаем, или участвуем в богослужениях, или пытаемся, там, делать что-то хорошее для людей, да, когда мы отключаем голову, неважно, в чем смысл, лишь бы все было по традициям 400-летней давности. Но на самом деле это не путь учеников Христа. Христиане – это люди, которые никогда не имеют права отключить голову и отказаться от критического мышления. И все время, всякий раз, когда возникает эта проблема субботы, совершенно бесконечная, Иисус пытается достучаться до иудеев, именно потому, что он не готов согласиться на вот такое вот магическое отношение и утрату какую-то, подмену смысла ритуалом. Когда он встретил в храме этого исцеленного, бывшего теперь уже паралитика, ну, потому что паралитик, видимо, был все-таки нормальный человек, пошел в храм Бога благодарить, Иисус говорит ему, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже, тебе дана новая жизнь для того, чтобы ты ее достойно правды Божьей прожил. Ну и, вероятно, этот бывший паралитик не смог принять то обличение, которое содержало в словах Иисуса, пошел и настучал, донес на Иисуса, сказал, что это вот Иисус меня исцелил и велел мне, да, взять постель. Мы иногда видим в Евангелии людей, которые, став участниками чуда, начинают доверять Богу, верить Ему и, ну, как слепорожденный, который упорно ничего, никаких, так сказать, показаний против Иисуса на допросе не дает. И вот этот бывший паралитик, который с легкостью сдал Господа Иисуса, значит, вот этим самым активистам иудейским, которые тут же устроили бурную кампанию, гнали Иисуса и искали возможности убить Его за то, что Он такие дела делает в субботу. Дальше начинается составляющая почти все пятую главу пространный разговор Иисуса с иудеями. Собственно, здесь в основном евангелисты приводят нам слова Иисуса, а не слова иудеев. Вот разговор о том, что же все-таки по-настоящему важно. И в основном о отце и сыне, о каких-то трудно, видимо, понимаемых для нас отношениях между Отцом Небесным и Сыном. здесь, видите, с одной стороны, Иисус, конечно, использует отчасти понятный образ, говоря, что Отец Небесный, что Бог является Отцом Небесным, Он цитирует некоторые места из Ветхого Завета, достаточно хорошо известные, начиная с некоторых псалмов и кончая словами Исаии Вавилонского, написанными в VI веке, где Исаия обращается к Богу и говорит, «Ты – Отец наш, мы – Глина, а ты – Образователь наш». Ну, вероятно, и даже почти наверняка для Исаия это некоторая все-таки метафора. Ну, вот, а Иисус вынужден говорить о том, что такое Отец и Сын, что это не столько, что это означает, сколько в чем это выражается, и говорит он о себе некоторым уникальным образом. Именно это чувствуют иудеи, поэтому они еще больше пытаются его, найти возможность его убить, потому что он не только субботу нарушает, что само в себе плохо, но и говорит о своих отношениях с Богом как о чем-то абсолютно уникальном, абсолютно уникальном, для того, что он называет Бога своим отцом. И тоже, им не интересно все, что стоит за словами Христа, «Отец мой данный не делает, и я делаю», потому что Господь Иисус говорит о некотором созидании мира, которое совершает Бог каждый день, каждый день с самого первого дня творения, и Иисус продолжает делать именно это, созидать распадающегося живое. Нет, это не интересно, а важно, чтобы он чего-нибудь каким-то образом не нарушил ни своими словами об Отце Небесном, ни словами о Субботе. Господь говорит здесь иудеям, вероятно, часть этих людей готова его услышать и принять, часть не готова. Ну, вот слова Иисуса таковы, что буквально каждую фразу, каждое словосочетание стоит обсудить, но это, ясное дело, технически невозможно. Смотрите, во-первых, начинается слово Иисуса с того, что действие, действие, то, что делает Отец и Сын, это в каком-то смысле одно и то же. Он говорит, что возможность совершать чудеса, быть человеком, жить на земле, все, что возможно для Иисуса, возможно, потому, что он находится в некоторых отношениях с отцом, видит отца творящего, там, отец отдал суд сыну, отец показывает ему дела. Это действительно, с одной стороны, трудные для понимания вещи, а с другой стороны, в сущности, разговоры только, исключительно о том, что потом Иисус коротко скажет перед прощальной беседой «Я и ». Говорит о том, что сын каким-то образом соединен, един с отцом, и поэтому происходит в жизни Иисуса то, что происходит, и поэтому говорит он то, что вы слышите от меня о Боге, это слово самого Бога о себе, это действительно откровение Божье о себе, и поэтому слушающий слово мое имеет жизнь вечную, потому, что доверяет Богу, говорящему через Иисуса. Как мы уже говорили, это одна из самых важных тем в Евангелии, вообще, в Евангелии от Иоанна в частности. И дальше Господь говорит о том, что жизнь это тоже некоторая реальность, которая происходит от Бога, происходит не сама по себе, не дана человеку потому, что человек создан для жизни или для счастья, как птица для полета. Жизнь это дар, который только отец имеет в себе саму, и сыну дает иметь жизнь в себе самом, а для всех остальных источником такой жизни является милосердие Божье, которое в Иисусе Христе выражено. Поэтому, когда Он приходит в этот мир, открываются гробы, открываются могилы, и выходят сотворившие благое в воскресенье жизни, сотворившие злое в воскресенье суда. И дальше Господь говорит еще о том, что в сущности, когда говорит не ищу волю моей, но волю пославшего меня, когда Он говорит о праведном суде, в первую очередь, помимо нюансов, здесь идет разговор о том, что критерием, по которому различаются жизнь и смерть, праведная от неправедного, этим критерием является Отец Небесный, Отец Небесный, поэтому суд Иисуса праведен, потому что Он ищет волю Отца, слова Иисуса правда, потому что Он свидетельствует об Отце. Вот, критерием, который отличает правду от неправды и жизнь от смерти является личность Отца Небесного, увидеть, который мы можем через Иисуса. И в заключительной части Он говорит о свидетельстве Анны Крестителя и о том, что окружающие его люди в сущности хотели тоже от Крестителя, как от Иисуса, каких-то довольно сиюминутных бонусов, и оказываемся мы все неспособными услышать Слово Божье, потому что не знаем, не знаем его, и нет в нас его слова. На самом деле это совершенно безвыходная, казалось бы, ситуация, потому что ну а как ты можешь услышать Бога, если ты не умеешь различить его голос, если ты никогда его не слышал, лица его не видел. Да, вот Господь Иисус говорит, что на самом деле эта запертость, закрытость от Бога происходит потому, что мы не доверяем словам Иисуса, и значит, никак по-другому это невозможно преодолеть, поэтому следующая фраза исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Это очень важный ключ для нас, дающий возможность вообще понимать Библию, а Библия, особенно Верхий Завет, совсем нелегкое чтение и далеко не всегда понять, о чем же идет речь, и что и кто хочет нам открыть, бывает совсем непросто. И вот Христос предлагает слушающим некоторую оптику, которая может дать нам возможность увидеть смысл библейского откровения, исследуйте Писание, потому что вы надеетесь, что через них, через правила Торы, через правила и ритуалы, которые изложены в этих книгах, что вы получите возможность жизни вечной, а на самом деле, говорит Иисус, это свидетельство о Нем. Значит, важно для нас не только что разрешают и что запрещают заповеди, но и попытка почувствовать, понять, пережить, каков тот Бог, который дает нам такие заповеди. В последнем абзаце главы Христос говорит о том, что я не буду обвинять вас перед Отцом, есть на вас обвинитель Моисей, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Примерно параллельным местом к этому тексту является притча о богаче и Лазаре в других Евангелиях, которая говорит о том, что если Моисей и пророков не слушают, даже если кто из мертвых не воскреснет, не поверит ему. Вот здесь Иисус говорит о том, что ты можешь научиться Бога слышать, ты можешь каким-то образом этот диалог начать, ну или, по крайней мере, прийти на этот диалог, если ты пытаешься верить Моисею. Что это значит? Значит, если ты пытаешься жить в соответствии с заповедями, с тем нравственным критерием, который предлагает людям Моисей. И именно опыт того, что это такое, соблюдать законы, заповеди Моисеева, жить в них, именно это делает нас восприимчивыми к голосу Духа Святого. Моисеева